МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Мурманском центре опережающей профессиональной подготовки состоялась научно-практическая конференция «Ребёнок в фокусе. Вызов времени. Точки роста». На пленарной сессии обсудили широкий спектр вопросов, в том числе стресса, который во время учёбы испытывают как дети, так и их родители. Занятия в детском саду или учёба в школе – это всегда стресс как для ребёнка, так и для родителей. Как северянам избежать перенапряжения в критические моменты обсудили на седьмой региональной межведомственной научно-практической конференции в Мурманском центре опережающей профессиональной подготовки. Эта конференция посвящена проблемам образования, успехам образования, где мы обсуждаем, транслируем практики, говорим о проблемах, говорим о том, как мы решаем их, какие эффективные технологии лучше. Свой жизненный путь мы начинаем ещё до рождения. Поэтому специалисты начинают работать над стрессоустойчивостью уже с беременными женщинами, чтобы в будущем ребёнок рос в здоровой семье и заботливом обществе. Мы в перенатальном центре уже полтора года занимаемся медико-социальной помощью для будущих мам и для беременных женщин. Встречаются непростые дети, как все знают, непростые родители. И так или иначе психологическая помощь необходима. И поэтому этот формат обмена опытом очень важен. За полтора года к специалистам перенатального центра обратились более 700 молодых мам, из которых 174 женщины сопровождаются педагогами и психологами. А пяти из них понадобилась углублённая помощь. Главное во всём этом – это люди, это педагоги, которые работают и каждый день дарят своё тепло. И такой профессионализм проявляет, что он помогает не только детям справиться с трудностями, которые происходят в обучении, будь успешными, порядочными людьми по жизни, но и родителям. Потому что порой родители оказываются не в простой ситуации и не всегда знают, как себя вести с такими детками. Несмотря на то, что региональная конференция «Ребёнок в фокусе. Вызов времени. Точки роста» проходит уже в седьмой раз, и вопросы звучат зачастую одни и те же, она всё так же актуальна. Ведь меняются как методы воспитания, так и способы оказания психологической помощи, которыми и обмениваются специалисты во время пленарной сессии. К теме происшествий, ударом нажавший в Мормонске заключён под стражем мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы. По версии следствия, парочка распивала спиртные напитки в подвале одного из домов по улице Лобова. Между ними возник конфликт, и мужчина нанёс женщине удар ножом. От телесного повреждения она скончалась на месте. Подозреваемый задержан и уже продемонстрировал следователям детали совершённого преступления. Сейчас он находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается. В Мормонске завершился чемпионат по стрельбе среди сотрудников и военнослужащих структурных подразделений регионального управления Росгвардии. В соревнованиях приняли участие более 40 сотрудников ведомства. Участники выполнили стрельбы из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки. По итогам состязаний в скоростной и стрельбе на точность среди сборных команд подразделений специального назначения первое место заняли бойцы СОБРа. Высокий уровень подготовки показали сотрудники и военнослужащие подразделений, непосредственно входящих в региональное управление Росгвардии, а также представители центра лицензионной разрешительной работы и вневедомственной охраны. Они состязались в группе отдельной от подразделений спецназа. Кроме этого, некоторые сотрудники выполнили нормативы и требования спортивных разрядов до кандидатов в мастера спорта. По итогам чемпионата самые меткие стрелки войдут в состав сборной, в которой предстоит побороться за трофеи чемпионата Северо-Западного округа Росгвардии. В Мормонске торжественно отметили День пожарной охраны. В этом году ведомство отмечает свой 375-летний юбилей. Поздравила огнеборцев с профессиональным праздником и наша корреспондент Анастасия Кочерова. На выставке, расположенной в фойе ДК Кирова, заместитель начальника пожарной части номер 20 Колы демонстрирует, как в прошлом выглядела форма огнеборцев. Я такую боёвку застал, я в ней ещё поработал. Защищает она, откровенно говоря, она не горелая, как так, скажем так, под неё всегда мы одевали фуфаечку, а во время зимой она покрывалась такой наледью и уже не промокала. Но теперь форма пожарных спасателей совсем другая. Есть даже костюмы, способные спасти от радиации. У всех пожарных подразделений разные формы. Всё зависит от степени выполнения их работ, а также формы отличаются по свойствам. Вот, допустим, это утяжелённая форма, она выдерживает более высокие температуры. Также есть отличительные знаки рядового и начальствующего состава. Это сделано для того, чтобы при ведении боевых действий можно было отличить, кто руководитель пожара, а кто исполнитель. В этом году пожарная охрана России отмечает юбилей. Трёхсот семидесяти пятилетие со дня основания. Мурманские огнеборцы профессиональный праздник отмечают в ДК Кирова. На сцене дворца наградили отличившихся. Моя вторая внутренняя служба Егорову Александру Анатольевичу! По мнению сотрудников МЧС, у спасателей будет работа, пока случаются пожары. Но немалая часть работы ведомства – это пропаганда правил безопасности. Праздничные достижения для нас всегда – это снижение количества пожаров и гибели на них людей. 2023 год был рекордным по самым низкому количеству этих показателей. Поэтому это является предметом гордости и самым большим подарком для пожарных. А вот подарком для жителей Мурманска в этот день стала большая выставка техники, которую спасатели развернули перед дворцом. Помимо уралов спецмашин, огнеборцы пригнали на площадку «Красный Урал-мотоцикл», который ловил не меньше взглядов, чем его большие коллеги по цеху. Что входит в комплектность боевой машины пожарных и почему соперничество – место только на тактических тренировках, рассказали спасатели «Зато Александровск» накануне своего профессионального праздника. В России всего несколько десятков таких автомобилей. Речь об уникальной пожарной машине, находящейся в расположении Александровского пожарного гарнизона. Техника способна работать как насосная станция в условиях паводка, а также тушить пожары, используя воду из открытых источников. Об этом, а также о других машинах, ребятам рассказали спасатели «Зато Александровск». Основная техника представлена автоцистернами, которые вывозят огнетушающие вещества, личный состав и пожарно-техническое вооружение к месту пожара или проведения аварийно-спасательных работ. В данных автомобилях имеется запас огнетушающих веществ, вода и пенообразователь, так что можно применять и водное тушение водой и пеной. Отмечают профессиональные праздники спасатели по традиции на боевом посту. Беда может случиться в любой момент, поэтому необходимо быть на готове и днем, и ночью. Свободное от выездов время занимает план тренировочных занятий, упражнений и даже соревнований. «Это основная работа, в принципе, и азарт». Место соперничества, подчеркивают огнеборцы, есть только в момент тактических тренировочных испытаний. При реальной, чрезвычайной ситуации действуют спасатели быстро и слаженно. Для этого на соревнования привлекаются и специалисты смежных структур. «Сегодня, опять же, в нашем мероприятии участвует подразделение военной пожарной команды. И четыре команды будут соревноваться между собой, кто лучше в этом году». Напомним, что в 2024 году МЧС планирует внести изменения в систему индексации зарплат, которые приведут к повышению заработной платы работников. И еще одна юбилейная дата этого года. Столетие со дня образования отметит горно-спасательная служба. «Мурманский завод по переработке вторсырья распахнул свои двери для сживающих сдать макулатуру и пластик. В благодарность за важный вклад в экологию для участников акции «Сдай мусор, спаси природу» специалисты предприятия провели экскурсию и рассказали о секретах работы. С продукцией завода «Экосистема Сервис» северяне знакомы по красивым крышкам для уличных колодцев и тротуарной плитки. Но не все знают, что сделаны они из бытового мусора, пластиковых бутылок, которые мы бездумно выбрасываем. А ведь можно привезти вторсырье сюда, на улицу Инженерное, что и сделали участники акции «Сдай мусор, спаси природу», организованной Фондом поддержки экологических инициатив ЮНЕСКО. «На самом деле акцию объявили не так давно, всего неделю назад. И вот уже сегодня здесь я в окружении экоактивистов, молодых, активных, желающих сохранить нашу природу». «Мы с Мурманстата, это мурманская статистика, мы второй год активно собираем пластик, батарейки, бумагу на переработку, стараемся перерабатывать все, что возможно вообще. И вот пришли сегодня на экскурсию узнать, что из этого делается в итоге, как бы интересно». Военный инженер Игорь Кучеров узнал про акцию из соцсетей и без раздумий присоединился к дружной компании. Он давно сортирует мусор дома и не считает для себя зазорным отвезти его на завод по переработке второсырья. А все потому, что любит свой край и своих детей. «Я просто побывал на городской свалке, и меня это очень неприятно так подействовало на меня. Я понял, я знаю, куда все это идет. Когда видишь, как в цивилизованных странах это происходит, в Швеции, например, где только 7% из 100 остаются отходов, а у нас максимум 1% перерабатывается, больно просто за нашу родину». За сдачу макулатуры и пластика вообще-то можно получить деньги, пусть и небольшие. Но на этот раз все вырученные средства решили потратить на благотворительные цели. В этом и заключается экологичное поведение. «Нам на склад периодически привозят что-то, какие-то очень старые издания книг или вот такие вот интересные экспонаты. Я их коллекционирую, старые книги советские. И вот это как раз образец различных видов бумаги, которые могут быть произведены из вторичного сырья или первичной целлюлозы. То есть сначала идет древесина, потом целлюлоза, и вот это можно переработать, соответственно, в такие виды бумаг здесь». Много интересных фактов рассказал основатель компании Александр Жигулин. «Вы знали, что одна тонна макулатуры, пущенная на вторичную переработку, сохраняет от вырубки 8 деревьев? Или что каждый из нас в год производит 400 килограммов бытового мусора? Теперь знайте». 45 минут на проверку знаний по истории. К диктанту Победы присоединились и жители Зато Александровск, как это было в материале Кристины Григорян. Просмотр военных фильмов в семье Даниловых – традиция выходного дня. Глава семьи, офицер и человек строгих моральных убеждений. Особенно это касается исторической справедливости. Разделяет любовь к событиям Великой Отечественной войны и супруга военнослужащего Марина. Результатом увлечения стали верные ответы на диктанте «Победы». «Мне было не очень сложно. Мы активно изучаем сыном историю, сыном учительском классе. Мы прям стараемся, чтобы он знал основные уехи, как и военнослужащие, соответственно. Очень много в лицах он знает. Ну и я, собственно, вместе с ним также изучаю и повторяю». Шестой раз акцию организовали в нашей стране, а площадок становится все больше, подчеркивает вице-спикер областной думы Владимир Мищенко. Диктант решил писать в городе воинской славы. Вопросы в материалах в том числе касались флотских тем. «Уверен, что мы покажем хорошие результаты, хотя это не самое главное. Главное – это участие, главное – знание, главная защита Великой Победы, исследование делам победителей». Диктант Победы написали больше, чем в 60 странах мира. Тексты заданий были переведены на английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий языки. У победителей акции будет уникальный шанс попасть 9 мая на парад на Красной площади в Москве. Детско-юношеская библиотека подвела итоги конкурса рукописной книги. Литературные труды юных северян оценивало компетентное жюри. Чьи работы получили заслуженную награду, расскажем прямо сейчас. В стенах областной детско-юношеской библиотеки большой праздник. Ведь лучшие авторы рукописных книг собрались вместе, чтобы узнать, как их оценили на конкурсе. «Мы пригласили победителей. Победители из города Мурманска, Мурманской области. Также к нам приехали гости из Курской области, поселок Понаре, город Тюмень. И из зарубежной гости, из Беларуси, Витебская область, город Машканы». Белорусской победительнице Василине очень понравилось в России. Говорит, что наши страны похожи как сестры. Девочка увлекается экологией и творчеством. Книгу она написала мистическую, но добрую. «Просто мы связали белорусский фольклор, вот в этой книжечке маленькой. Потому что у нас много всяких мимических существ, как добрых, так и в принципе злых. И Беларусь – это такая открытая страна в плане очень… Люди очень много работают, такие, ну, проционные по-белорусскому. Вот. И поэтому у нас все мимические существа, они сделаны как проционные. Они работают очень много». Напомним, что в конкурсе было пять номинаций. К столетию журнала «Мурзилка» «Мой сильный маленький народ», «У каждого есть свой город», «Познаем народы, страны, познаем себя и слушать природу сердца». Гран-при завоевал юный писатель из Кандалакши. Он написал рассказ о мальчике, который узнает различия лесной и городской жизни. «Стоит жить в балансе, посещать природные места, залив, море, ходить по лесу, лабиринт Вавилон – потрясающее место. Также попутно жить в городе, но просто интересоваться тем, что еще есть и навещать эти места». Артем мечтает связать свой талант с кино или театром. Но пока это далекие планы. В ближайшем будущем он может взяться за создание нового рукописного произведения. Ведь участие в таком конкурсе – отличный способ развивать свои писательские навыки. Женщина в 21 веке – это не просто прекрасное и нежное создание, но и самореализованный человек. Многие успешно совмещают семью и карьеру. Хотите примеры? Посмотрите на участниц проекта «Вумен-бизнес». 175 девушек в элегантных вечерних нарядах собрались в одном зале не просто так. Их цель – провести красивую и, главное, полезную встречу. Ведь проект «Женщины в бизнесе» в первую очередь про обмен опытом успешных и только начинающих свой путь бизнес-вумен. «Здорово осознавать, что у нас не просто умные и талантливые женщины-предпринимательницы, но еще и такие красивые, и которые работают над формированием именно предпринимательского общества. Потому что все-таки женщины в бизнесе – это такая мягкая сила, и любой женский бизнес, он, конечно, отличается даже по мере того, как его ведут, от мужчины. У них есть какая-то изюминка, какая-то креативность». Идея создания проекта «Женщины в бизнесе» пришла несколько лет назад подругам-предпринимателям Анне Норовой и Анастасии Перфиловой. И вот уже в четвертый раз они организовывают такое событие. «Наших гостей ждут потрясающие шесть спикеров, среди которых есть и бизнес-сегмент, и экспертное мнение в формате жизненного направления, скажем так. Конечно, это живая музыка, приятная компания, это подарки от наших партнеров, благотворительная акция». «Мы познавательно-развлекательное вечернее мероприятие для женщин. Наверное, да. Мы, наверное, пока единственные. Мы не боимся конкуренции. Мы растем с каждым годом, поэтому, да, мы лучшие». Организаторы отмечают, что проект стал настолько успешен, что у них появилась идея создания еще одного. Девушки планируют запустить его осенью. Это означает новые встречи успешных и талантливых леди. Забота – это когда интересуется здоровьем, а еще когда активно помогают в его сохранении. Зато Александровск для самых почетных жителей «Детей войны» организовали выездную диспансеризацию. Местной организации «Дети войны» более 15 лет. Ее председатель Людмила Армянинова вспоминает, что изначально в списках общественников числилось 270 человек, родившихся в военные годы. Сегодня на территории Полярного проживают всего полсотни. Значительная часть участников общества переехала в более теплые регионы. Тем не менее, в таком почтенном возрасте, как никогда, необходимо тщательно следить за своим здоровьем. «Надо отметить то, что наше поколение, конечно, надо отдать должное. Я все равно считаю его крепким достаточно, потому что много испытаний выпало на нашу долю. Я уже не говорю там холод, голод, разруха и потери близких и родных людей. Но, видимо, от того, что мы все-таки такие, наверное, закаленные, мы стараемся еще и сейчас держаться». Подарок с заботой, а главное – пользой. Детям войны подготовили в преддверии праздника победы медики муниципалитета. Воезная диспансеризация включает в себя измерение основных показателей жизнеобеспечения организма. «Провели им первый этап диспансеризации, в который вошли анкетирование, сбор согласий, измерение артериального давления, сатурации, кровь из вены. Мы взяли в обязательном порядке, мы сделали ЭКГ». Полвека в Полярном проживает Нелли Власова. Женщина ведет активную общественно-социальную жизнь. Участвует, например, в вокальных номерах творческого коллектива и в работе по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО. А вот в больницах Нелли Павловна – гость нечастый. «Погодные условия не каждый день. Там можно себе позволить даже в силу необходимости пойти в больницу. Я честно говорю, я говорю о себе. В силу возраста, а так как мне уже 79 лет, для меня это всегда проблема. И главная задача для меня – сохранить спокойствие и здоровье». К слову, проверили медицинские сотрудники и уровень витамина Д в крови пенсионеров. В рамках программы «Витаминизация», инициированной губернатором Андреем Чибисом, детям войны с низким показателем выдали необходимые препараты. И в завершении выпуска в Мормонске дали старт региональному этапу фестиваля робототехники. Задача юных инженеров – продемонстрировать свои таланты. Отличившиеся участники отправятся защищать проекты в Санкт-Петербург. Обо всем по порядку в материале Екатерины Барзых. «Робофинист» – это международный фестиваль робототехники, где юные умы демонстрируют свои таланты. Для участия в региональном этапе в столицу Заполярья приехали школьники со всей Мурманской области. В Мурманской области наш отборочный этап международного фестиваля проводится вот уже третий год на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Его участниками у нас традиционно являются около 200 человек. Сегодня у нас второй соревновательный день. Каждый день у нас представлено по пять конкурсных категорий. Основная задача – продемонстрировать и защитить свои проекты в номинациях, например, в эстафете роботов, интеллектуальном сумо или сценической постановке. Победители выбирают строгое, но объективное жюри. На основании более чем 50 критериев. Выступления роботов на сцене – там будут одни из самых инновационных решений представлены. Есть роботы, которые будут изменять свое поведение в зависимости от того, какая эмоция на лице выступающего. То есть, если девушка во время спектакля улыбается, робот считывает эту улыбку и в ответ выдает одно действие. Если вдруг героиня выступления почему-то не в духе, то, соответственно, и робот ведет себя по-другому. Это достаточно сложно. Масштабы технологий, используемые в проектах, поражают. В этом году в конкурсе принимают участие победители одной из номинаций международного этапа. В этом году они также не намерены сдавать позиции. У нас задание – сделать сценку и представить ее перед судьями. В этом году мы взяли фильм «Бластелина колец». У нас робот «Окосаурона», оно следит за человеком с помощью трех ультразвуковых датчиков и релейного регулятора в программе. Посох взаимодействует с мостом, то есть мы подносим посох, и мост рушится. Победители региональных соревнований получат в подарок специальные робототехнические наборы, а также возможность выступить на международном этапе, который состоится в октябре в Санкт-Петербурге. И на этом у нас все. Больше новостей на сайте arctic.rf и в нашем телеграм-канале. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Воскресенье 28 апреля ночью температура по области составит от минус трех до минус одного. Днем в Мормонске и Североморске плюс один. Ветер восточный до 4,5 метра в секунду, облачная с прояснениями. В Николе и Манчегорске плюс один. В Апатитах и Кавдоре также один градус со знаком плюс. В Кандалакшей и Полярной Зорях два градуса выше нуля. Апатитах и Кавдорске плюс один. Субтитры создавал DimaTorzok